Всем салям, друзья, с вами Даник, и сегодня я снял детектор лжи. Нет смысла начинать очень серьезно этот выпуск, потому что он получился невероятно смешным. И сразу предупреждаю, в нем будет много мата. Сегодня в гостях на детекторе лжи звезды шоу-бизнеса Амина Тендерлибай и Роман Каграманов. Давайте начинать. Была ли ты влюблена в Егора Крида? Это правда. Нравится ли тебе Тендерлибай-бай-бай? Эррор. Да, я проходила детектор лжи, когда-то очень давно, по-моему, у кого-то на стриме даже. Да, конечно, я проходил детектор лжи. Это был очень увлекательный перформанс в моей жизни. Я его тысячу раз обманывала, поэтому как-то серьезно к этому не отношусь. Знаю, что могу и лозить, и юлить, как хочу. Честно говоря, у меня трясутся ляжки, и я не знаю, чего ожидать от Амины Тендерлибамбе. Нет, я не нервничаю перед сегодняшними вопросами. Есть вопрос, на который я не хотел бы отвечать. Он связан с моей личной жизнью. Нет, нет вопросов, на которые я не хотела бы отвечать, потому что мне... Ну что, Ромка? Are you ready? I'm ready. Что ты сказала? Дай тебе, зай. А, можно было материться? Да. Да? Все запикаешь? Давай я сделаю звук, который будет вместо... Даник, Даник, тогда там вообще слов не будет. Согласен. Ай. Давайте я тебе. А на тебе твои будут. Да, да, да. Ну что, ребят, ну что, ты готов к первым вопросам? А, у меня еще не... Нет, давай так, без этого. На честном слове? Окей. Всем здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я специалист по психофизиологическому исследованию с использованием полиграфа. Для законности прохождения исследования необходимо тебе заполнить заявление в добровольном согласии. Раньше проходил полиграф? Да. Проживающая по адресу? Поселок Путилка, В8. О, предварительные ласки! Что-то на мне не застегивается. Надо грудь срочно делать. Жаник, я хочу каждый день снимать. У меня пальчики маленькие. У меня пальчики маленькие, ура. А ты с Дмитрием давно уже сотрудничаешь? Мы с Дмитрием живем вместе. Сейчас сделаю тест на твой год рождения. На беременность. На беременность, говорит. Твой год рождения 1970-й? Нет. Нет. 1990-й? Нет. Нет. 1984-й? Нет. 1996-й? Нет. Туда смотрим. А, простите, пожалуйста. Приступаем. Когда последний раз ты был в отношениях? Ну, плюс-минус, да? Плюс-минус, да. Ну, пусть будет плюс-минус год. Плюс-минус год. Да. Скажи, бывало ли такое, что ты мог случайно передануть при своей девушке? Да. Ну, при своей как-то не стыдно. Нет? Давай перефимулируем. Тебе девушка? Нет. Ну... Ты передел при своей бывшей девушке? Нет. Это был вопрос уже, Даник? Это правда. Это правда? Можно даже комментировать? Давай. Это же прекрасно, друзья. Вы понимаете? Это охеренно. Когда ты можешь пернуть там при своем любимом человеке, это вообще абсолютно нормально. И я не понимаю отношения, в которых там девушка или парень друг при друге не пердят. Ну, первое время я не пердела. Мне кажется, что это проявление доверия. Ладно, а как ты думаешь, а вот, допустим, какать при открытой двери и там, типа, в душ, ты в душ моешься, а там девушка... Это норм. Я так с другом по себе делаю. Да, это нормально. Тоже норм? Ну, конечно. А что здесь такого? А не убивает это какую-то романтику? Да какую-то романтику? Я тебя умоляю, Даня. А то, что ты всю жизнь живешь со своей девушкой, допустим, она не какает при тебе, и ты всю жизнь живешь с этой тайной в голове, интересно, сорет она или нет. А тут как бы, ну, все налицо. Скажем так, все мы делаем какие-то иногда мерзкие вещи, которые не очень воспитанные, интеллигентные. Скажи, когда ты вот едешь в такси, бывает, что ты ковыряешься в носу и козявку скидываешь прямо в тачке? Нет, я их ем. Это ложь. Это ложь. Ты что, пиздай? Ну я, нет. Мне Амина втирала до начала выпуска, что она прям сто процентов умеет обманывать детеки. А, я вот тысячу раз обманывала. Это ложь, что я ем козявки, а то, что я их выкидываю, я правда не выкидываю. Давай тогда еще раз. Ты выкидываешь козявки в тачке у таксиста? Нет. Это правда. Ну, вон, вон. Я реально не выкидываю. Ром, вот, Зай, вот, ну мы все иногда грешили, да? Вот скажи, ты когда-нибудь грешил? Там вообще другой вопрос. Это предвопрос. Хорошо. А, предвопрос? Конечно. Ты когда-нибудь воровал? Да. Это правда, естественно. Практически каждый человек воровал хоть когда-нибудь. Схуя. Итак, друзья, я действительно воровал. Это было правда. И даже, мне кажется, меня мама учила, как аккуратно из магнита вытащить пачку ММДЕМСа. Амин, во-первых, я знаю ответ на этот вопрос. Реально. Реально. Потому что я смотрю твое интервью, в отличие от некоторых. Итак, есть люди, которым не важно оригинал одежды. Или нет? Ты носишь фейки? Нет. Даник! Да, здорово. Блин, привет! Слушай, хотел тебе сказать спасибо большое за контент. Да это тебе спасибо, что смотришь. Как зовут? Даник, шучишь что ли? Нет, реально. Можно сфотаться? Да, давай. Стой, подожди, а что это за телефон? А это, это Realme C35. Слушай, он просто за счет своих прямоугольных граней напоминает айфон. Да, но этот телефон не требует больших переплат за дизайн. А какая здесь камера? Камера на 50 мегапикселей и делает отличные снимки. А игры-то потянет? Ну, конечно. Здесь же современный процессор для современных игр. Блин, не могу понять, где подводный камень. Может быть, в цене? Да нет здесь подводных камней. Он стоит около 18 тысяч рублей. Согласись, приятная цена. Я побежал за телефоном. Подробности по ссылке в описании. Спасибо за фотку. Ты носишь фейки? Нет. Это ложь, видимо, до этого носила. Короче, знаете, такая фраза, ведь? Fake it till you make it. Я верила в эту фразу. Я покупала поленые вещи, которые у меня еще вообще не было денег, непопулярности. А потом, со временем, у меня просто поверили деньги. Я перестала их покупать, потому что я смогла себе позволить такое настоящее и не видела смысла в оригинальном. Ой, в фейковом. Я просто переживаю, у меня, ну, бзик, ОКР у меня. ОКР? Да. Я, кстати, тоже понимаю, что воняет. Ну, у меня ОКР реально, у меня это обсессивно-конгрессивное расстройство. Компульсивное? Да, что от меня воняет. У меня всегда, ну, типа, меня булили из-за этого в школе. Мне говорили все время, что я черный, потому что я грязный. Я всегда, когда его обнимаю, при встрече, он всегда вкусно пахнет каким-то и вкусно парфюм. Как же, как и ты. И поэтому у меня вот бзик, и все время принюхиваюсь, не воняю ли я. Ну, сейчас норм. Привет, Амина. Привет, Рома. Меня зовут Егорик. У меня один вопрос. Боитесь ли вы потерять свою популярность? Не знаю. Сейчас я подумаю. Наверное, да. Пусть бы у них нет. Как будто бы да. Спасибо, Егорик. Это правда, у него даже реакции никакой нет. Это правда. Он даже реально не задумывался. Я правда не задумывался. Рома такой человек вообще невозмутимый. Скажи. Мне как будто все... Да. Я реально не задумывался на этот вопрос. А вот сейчас задумайте при нас. Вот представь, ты сейчас резко становишься непопулярным. А я популярным. Ты популярный. Нет. Нет, у меня нет нокаутов, как у Амины Тендерлимбамбе. И столько инфоповодов. У меня вообще поводов. В СМИ. Роман Каграманов, там новость с песен. Второго сезона ТНТ 2019 года. Новости выходят. Какой ты пиздец. Сворачиваешься. Реально. Почему боишься? Почему боишься? Короче, объясню. У меня с детства была мечта. Я хотела быть популярной. То есть, если там мои одноклассники хотели стать, там, не знаю, ветеринаром, кто-то, кто-то юристом и так далее, то я говорила всем, что я буду популярной. И все, я просто об этом думала-думала. И в один момент просыпаюсь. Бэйби из каждого радио. То есть, ты ответил за слова? Yes, of course. Если бы я был популярным, как Амина Тендерлинг Бомбе, и потерял популярность, я бы вообще не загрустил, я бы пошел работать туда, откуда я и пришел. Откуда ты пришел? Я работал офиком, официантом, бэк-вокалистом в караке. Ну окей, вот ты, представь, потерял, но ты уже привык к этому комфорту, что ты популярный, у тебя есть деньги, и ты возвращаешься опять официантом работать. Я думал бы справился. Класс. Ты вообще абсолютно. Да сколько невозмутимый? Реально класс. Мне кажется, он мог бы быть так же ох*****ть, как сейчас. Ну нет. Нет, не в плане, что ты мог бы. Вставать, офлайн, ты бы вообще себя ощущал. Зай, так я и не шикую, я живу в Долгопрудном, в студии 35 квадратных метров. Ну он сказал, я живу в Долгах. Охеренный город, переезжайте все в Долгопрудный, там тихо, спокойно и красиво. У меня нет квартиры в Москву-сити и машины. Ромочка, Ромочка, смотри, ты знаешь, что есть люди, которые не очень любят, знаете, сделать приятно своим девушкам. Но есть такие ребята, как Дудь, Щербаков. Скажи мне, находишься ли ты в клубе Дудя и Щербакова? Нет. Правда. Правда. Но я в этом клубе не нахожусь, ну, соответственно, я как бы айлалэшеньки не делал, да? Лимонную цедру не вскрывал, так сказать. Что это значит? Я не против этого, почему должна быть дискриминация, девушка должна сделать парню хорошо, а парень девушке нет. Ребят, я не понимаю вообще. Письку, письку полизать, Амин. Короче, я за то, что должно быть в постели, ну, в равноправии у мужчины и женщины. Должно быть в постели равнодушие. Я считаю, что не только в постели, но в целом должно быть. Вообще в целом, ну да, ну ладно. Ты, блядь, Слан Маваков. За последние, по-моему, два месяца ты несколько раз плакала у себя на стрим. Да, сегодня тоже. Сегодня тоже? Скажи, бывало ли такое, что ты плакала постановочно? Да. Стоп, 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 давайте прервемся. Друзья, я снял распаковку подарков, и из этого получается очень насыщенный и прикольный ролик. Он выйдет скоро, ждите его, потому что там очень классные подарки и очень классные гости. Да. Вау, это правда. Помните момент, когда кошка сорвала мне маску? Да. И там на стриме был момент, все писали, короче, поплачь, бледота. Это такое типа мем на твиче, это не в плане. Что, прости, сказали? Поплачь, бледота. Бледота? Тебе? Это типа мем, то есть не воспринимается как бледота. Бл***ь, б***ь, б***ь, б***ь. Я начала плакать, сделала вид, что это по-настоящему, но нет. Я на 2 секунды заплакала. У тебя прям слезы тикли на правой и на лево? Да. Бл***ь, б***ь, б***ь. Бл***ь, б***ь, б***ь. Ты можешь в любой момент заплакать? Не в любой. Октриса получается. Типа знаешь, у меня бывает, мне очень плохо внутри, бывает так. Вот сейчас мне тоже, если честно, очень хуел, я не подаю виду. Потому что ты у меня снимаешься? Ну да, нельзя. Специально могу из себя попросить, я могу специально зарыдать, но внутри подумав о том, что меня тревожит. Что нужно сделать для Амины Тендерлимбамбе, чтобы у нее на душе было все? Ай. Хорош, хорош. Охуете на т*** б***ь. Ай. Не буду говорить. Не, ну если это прям личная п***ь. Ай. Да? Да. Все. Напиши потом на WhatsApp. Блин, даже интересно, ребят, напишите в комментариях, что имела в виду Амина. Непонятно. Тендерлимбамбе. Я знаю, что ты умеешь петь, это правда? Да. Это и есть вопрос. Ты бы хотел выступить на сцене как Драг Куин? А я не задумывался на это. Такое прям на мармулях. Драг Куин? Да. Травести артист? Да. Хотел бы я выступить на сцене как травести артист? Я не задумывался на этот вопрос, но, наверное, пусть будет нет. Правда, он вопроса даже не понимает. Даже как опыт, знаешь, типа просто. Так я в КВН. У меня это был опыт, а знаешь сколько? Я там и в юбках выходил. У тебя были прям бурули? Я и в юбках выходил, и в лифчик, и на каблуках, ну, то есть в парике. В КВН, когда я играл, я надевал на себя. Насколько же он невозмутим. Вообще, к нему не прикопаться ни с какой стороны. Когда Лунтик появился на земле, вокруг него появилось очень много друзей, а может даже и любимых. Вопрос. Вы с Лунаком просто друзья? Или вас связывает что-то больше? Друзья. Это правда. В общем, у меня вышел трек, и я понимаю, что он недостаточно запушился. Я решила с ней пососаться в видосе. Ну, это нормально, мне кажется, нет? Она понравилась? Нет. Потому что ты сосалась Лунаком или в принципе? Нет, потому что в целом меня не привлекает женский пол. Вообще никак. Мне очень нравится эстетика женского тела. Я очень люблю девушек визуально. Они очень красивые, как и мужчины. Ну, короче, у меня вот есть определенный вкус на девушек. Как бы это странно звучало. И просто мне очень сильно вот бывает нравится девушка внешне, но никогда в жизни не смогу испытать невозбуждение или симпатию как к девушке. Здравствуйте, это Димка Масленьков. Привет, Минка, привет, Ромка. Хочу задать вам важный вопрос. Готовы ли вы, готовы ли вы прямо сейчас рассказать какую-нибудь свою зашкварную историю, вот прям зашкварившую глютрую просто вот невероятную? А, надо просто сказать да или нет? Да. Сначала да и нет. Да. Да. Подожди, правда, рассказываю. Я их рассказывал, эти истории на... Которые никто не знает. А, таких нет. Ну, я на каждом... Все знают. Да, я на каждом... Может, из нового типа что-то только произошло и никто не успел никому... Постыдную? Да. Вы еще не поняли, что я не стыдюсь ничего? Это правда. Херач. Я не помню. Такая же. Да, как будто, знаешь... Да ты хорошо помнишь, у тебя реакция прям пошла очень ярко. И уверенно сказала достаточно да. Как-то раз я побывала в гостях у одного человека. Это был не супер близкий мой знакомый. Мы музыку решили пописать. Мне очень проспичило сходить в туалет покекать. И есть такой лайфхак, типа, если ты стрелешь в гостях, ты какнул, сразу смываешь, там не пахнет. И еще туалетку кладешь, чтобы звука не было? Да, звук. Предмет воняния сразу уходит. Но попа-то воняет? Нет, попа не воняет. Я все рассказывал. Я даже рассказал историю, когда я заселился в квартиру к извращенцу, который накачивал всех клофелином. Пожалуйста, расскажи. Ну я заселился, короче, по дешевке в квартиру к чуваку, а он сдавал... Хотя деньги у тебя были? Не было, не было. А, не было. Не было. Я зарабатывал 30 тысяч в месяц, трех работ. И в этой квартире стояли камеры, то есть он следил. И он всегда говорил, типа, приходите ко мне домой на чашку чая, и, типа, в общий банк вы еще должны класть по 100 рублей, типа, иначе мы, типа, я вас выселю. И мы приходили к нему домой на чай, это был мой первый поход к нему в гости, и он всех накачал клофелином. Тебя тоже? Я серила, короче, минут 15 серила, серила, и понимаю в один момент, что когда мне пора вставать, типа, жопу вытирать, я понимаю, что несет, как... Я выхожу, вообще, я тоже тебя сгоняю. Блин, знал бы я, что вы такие грязные, я вам пожестче бы вопрос составил. Так ты не подготовился, получается. Да я же, как воспитан, интеллигентный, не хочу вас сразу в грязь какую-то кидать. Классная история. Да ладно, грязи вы налили сами. Ты наверняка был влюблен. Ооо, да. Наверняка, правильно? Скажите, когда-нибудь разбивали сердце? Он невозмутимый же. Да. Отказывается, он возмутимый. Правда. Рассказывай. Рассказывай. Мне изменили у меня на глаза. Я спалил измену. Ну, я зашел в квартиру свою, а у меня там вот... Твоя была квартира? Да. Да. Я же это рассказывал уже миллион раз. Каждый интрию твоей смотрели? Ты вообще фанатка, блядь. Ай, казалось. Да, Амина, кстати, это тот человек, который не определился в жизни. Знаете, как ему... Сказать? Она сначала подписывается на тебя, потом такая, типа, ммм, ниху... Ай. Отписывается. Потом ты ей об этом говоришь, она такая, зая, да я просто в пиздец. Ай. Подписывается. Потом опять отписывается. Ай. Их давным-давно уже не существует, никто в них не участвует. Ты... Ашлаты. Самый матный выпуск в истории детектора уже у меня. У вас не матерятся? Да уже ладно, уже пол. Мы все, когда знаем, что вот вечером у нас будет секс, мы готовимся к нему. Бывало ли такое, что у тебя была интимная связь, а ты забыла побрить ноги? Нет. Я хожу на лазерную эпиляцию, но... Брить ноги. Я ноги не брил уже месяц. Это правда. Я ноги уже, ну, не месяц, месяца три, как будто ноги не брил уже. Я, можно, бровь так убрал. Три дня назад первый раз на лазерке пошла на усы. Было так больно, у меня такие уси еще росли, знаешь, мексиканские прям. Как у тебя. Я бы, кстати, везде вот здесь убрал. В жопе вот здесь. Ты в них хотел? Давай, ну просто я стесняюсь раскрывать свой цветочек. Ты знаешь как, слышишь, ложишься на бок, жопу так оттягиваешь, и тебе делают. А я думал, это вот так делается. Ну знаешь, есть девчонки, которые продают свои трусы ношеные. Извращенцам, типа. Это, конечно, вообще подводка не в тему, но нюхал ли ты как-то так? Нюхал ли ты свои трусы после того, как снял их? Да, конечно. Ты... Еще как. Я правда. Не, у него в компьютере. Правда нюхал? Ай. В компьютере написано. Ай. Как? Покажите мне мужика, который не нюхал свои трусы после того, как их снял. Я каждый раз, мне кажется, нюхаю. Бывает. Причем, я знаешь, что делаю? Я снимаю, нюхаю, я делаю... Жизаб. Ай. Не подождите, серьезно. Ты реально нюхала свои трусы? Никогда, зай. Попробуй. Мне кажется, это какой-то инстинкт, типа, знаешь. Какой инстинкт? Амина Тендерлим Бомбе. В медиа-сфере и в медиа-тусовке все так называемые звезды, почему-то они так решили себя называть, строят свою карьеру только на хайпе. Отсюда вытекает question. Встречалась ты с кем-нибудь ли ради хайпа? Нет. Это правда. Вот так. Блядь, ты говорил, блядь, ты чаклась. Вот я встречалась с человеком, он мне реально искренне нравился, но он был на ебаном хайпе. Он со мной плохо поступил, и когда мы расстались, я задумалась, блядь, почему я не похайпилась, почему я вот не стримила, когда мы встречались. Что надо было хотя бы похайпить с ним, да? Типа, знаешь, у меня и так искренние чувства были, не стыдно было и похайпиться, блядь. Ну, кстати, да. А ты нам не скажешь, кто это был? Нет. Сейчас все блядь, мамы ему нахуй делать. А сейчас он на хайпе? Не знаю. Пошу ты, ай! Пошу ты, не надо! Вопрос от подписчиков! Ой, подписчики! Всем привет, меня зовут Влада. Привет, Амина, привет, Рома. Вопрос такой, был ли у вас секс по дружбе? Эрор. Я не помню, пусть будет да. Нет. Пока. А у тебя был? Да. Скорее да, чем нет. Скорее да, чем нет. Скорее да, чем нет, такого ответа еще за всю историю детектора не было. Я просто не помню, правда. Замешательство. Я не помню. Но ты вообще веришь в эту историю? Возможно ли... Секс-подружбе? Да, именно вот шпокаться. В моей жизни, лично для меня, нет. Потому что я очень влюбчивый человек. И типа просто так по***ться я не могу. То есть у вас может встать на подругу? Ну если она секси. Просто по***ться и типа разъехаться. И на следующий день типа... Ай! Ай! Нет. А потому что я влюбчивый человек. Но это я. А там за других я не могу говорить. Ну, наверное, это нормально. Были такие подруги, на которых я смотрел, хотел... Да, но встречаться я не хотел то же самое. Но не встречаться, да. Нет. Это правда. Я не понимаю. А ты говорил, что... У меня был. Я, ребят, правда не представляю, как можно еб***ть подружбе. У тебя, у вас же нет никаких чувств. Девушка супер хот, крутая. Но ты понимаешь, что тебе нечем с ней поговорить. Она тебе не привлекает как-то внутренне, как духовно. Ну, б***ь, тебе не друг, на***ь. Мы говорим про друзей, на этой тетя. Ай! На тетя! Она просто узнала, что мне 28 лет, и она новая тетя. Нет! Если у тебя, друг, с утром тебе не о чем поговорить, у меня б***ь, большие проблемы. Вот так. Б***ь! Блин, ну мы выяснили, что у меня большие проблемы. Это неприятно. Все мы делаем х***ю. Какая-то попадает в интернет. Какая-то попадает в интернет. Какая-то нет. Вот скажи мне, боялся ли ты когда-нибудь за свою репутацию? Боялся ли ты когда-нибудь за свою репутацию? Да. Правда. Правда. Рассказывай. А вот теперь самое интересное, я не помню. Реально. Мне кажется, абсолютно у каждого человека, который занимается каким-то большим делом, есть много страхов, где можешь просто конкретно обосраться. Вот у меня, конечно, был страх за репутацию. Обосраться. Обосраться. Кого-то как-то обидеть в юмористическом контенте и конкретно обосраться. Амина, в мое поле зрения ты попала, мне кажется, год назад, может полтора. Ну просто, чтобы ты знал. И все время ты была в маске. У тебя клевый сложившийся образ, очень узнаваемый. Thank you. Скажи, пожалуйста, планируешь ли ты когда-нибудь ее полностью снять и ходить без нее? Да. Да. Это правда. Это правда. Я в этом задумываюсь, с каждым днем все больше, ребят. Меня съедает изнутри, я хочу плакать иногда. Как сильно, потому что... И за маски? Даже сейчас, мне кажется, заплакать могу. Для чего ты в принципе ее носишь? Может, для моих подписчиков, может быть, они не знают? Есть страшная тайна, которую никто не знает. Есть страшная тайна, которую никто не знает? Да, и дело у него внешности. Не надо рассказывать. Я не могу. Не надо. Расскажи. Есть очень много разных секс-символов в нашем шоу-бизнесе. Такие, как Григорий Лепс, Валерий Мармеладзе, Кристина Арбакайте. А, подожди. Сейчас. Я немножко пьяна. Такие секс-символы, как Дмитрий Месленников, Анастасия Дживлеева, Упаси Господь Инстасамка. Но есть самый секс-символ в русском шоу-бизнесе. Это... Ты. Егор Крид. Вопрос! Была ли ты влюблена в Егора Крида? Нет. Нет, закрывай шоу. Мы только из этого вопроса сюда приехали. Это правда. Блин, я все это придумал ради этого вопроса. Я все съемки обменил, чтобы правду услышать. Честно, мне Егор всегда нравился как человек. А потом просто перестали общаться. Ладно, он к тебе подкатывал? Нет. Дмитрий? Вот такой взгляд был сейчас. Мне кажется, что у Амины другой вообще вкус в мужчинах. Какой вкус, да, у тебя на парнях? Честно, я бы очень хотела мужчину. У тебя два варианта, либо армянин, либо казах. Нет, мне правило. Национальность вообще абсолютно. Я считаю, что это вообще не важно. Но мне бы, честно, очень хотелось, чтобы нашелся человек, который брал бы ответственность за меня и за мое моральное состояние. Тебе нужен мужчина старше тебя. Дмитрий, Дмитрий. А поза-то какая у вас? Поза уверенная. Верхнюю пуговицу расстегните еще. Я бы могла, наверное, максимум по возрасту могла бы себе позволить 26-27. Я тебя услышал, бэйби. Все, что навеками-то говоришь. Предел у меня 28 уже, понимаешь, все, уже не подхожу. Ром, у нас последний вопрос. Ура, мне так нравится твое шоу, Амин. Последний вопрос, Амин. Фу, такой отвратительный вопрос. Здесь сидит прекрасная Амина. Она очень красивая, она очень яркая. Она добилась уже таких небольших или больших высот. Нравится ли тебе тендерли бай-бай-бай? Тебе нравится, Рома, как человек? Как человек, да, безусловно. Да. Правда? Это правда. А как мальчик? Как парень, как мужчина, типа, в отношениях, типа, нет, такого нет. А теперь как женщина. Нет. Шучу, нет, нравится. Это тоже правда. Как женщина, как девушка, тоже нравится? Да. У нас секси-хот бич, она красивая. Реально? Я буду сиси делать. Эксклюзив. Забудьте все, что я сказал. Эксклюзив. Ну, я бы тебя сделал самым счастливым человеком на этой планете. Мне кажется, я не сомневаюсь. Он меня будил. Я чисто романтик. Пёрнуйте на ляжку, чтобы у тебя был ожог в третьей степени. Нет. Я обожаю. А мне вот важно встать раньше, чтобы там моя вторая половина проснулась от запаха ароматной выпечки, знаешь, там, кофе. Ну, либо... Где-то там играть в него и проигрывать. Либо запах пердежа. Либо запах пердежа, Амин, выбирай. У меня ещё один вопрос, последний. Я просто его всем задаю, но ты так и... Давай. В чём сила? В жопу раз или вилкой в глаз? В жопу раз. Это правда. Блин, мне кажется... А теперь я вам отвечу. А теперь рассказывай. Нет, здесь на самом деле он сбрехал. Ему лучше всё-таки в глаз, чем в жопу раз. Но мне глаз дороже. Жопа-то чё? А тут постоянно что-то выходит. Бля, реально, я бы тоже как будто оставила глаз на месте. Это первый детектор, где я вначале покажу, что 18+. Реально? Да к***й. Кого ты позвал? Рома, ты прошёл детектор лжи. Амина, ты прошла детектор лжи. Блин, ребят, очень круто. Спасибо вам большое. Мне понравился сегодняшний выпуск. Я получила уйму весёлых положительных эмоций. Спасибо большое, Даник. Спасибо большое, Рома. Как громаны. Мне очень понравился сегодняшний выпуск. Амина Тендерлимбамбе оказалась не такой сукой, как все говорили. Как ты мне и говорил, Даник, что придёт Альмин, она такая сука. Да, он так и говорил. Никогда ничего не бойтесь. Жизнь одна. Живите здесь и сейчас. Кайфуйте. Это, наверное, был один из самых смешных и ярких роликов с детектором лжи. Надеюсь, вам понравилось. Друзья, обязательно поставьте этому ролик лайк. Напишите комментарий, кто был самый классный и честный сегодня в нашем выпуске. Ребят, я вас очень всех люблю. Подписывайтесь на канал. Ещё увидимся.